Наши предприниматели уже усвоили аксиому «падает рубль, падает спрос». Но самый живучий автомобильный бизнес – это правила «Проверг» в конце 2014-го. И без слов понятно, зеленый угол уже не тот. Пустые поля, скудный ряд машин, а вокруг – ни единого покупателя. Такое будущее автомобильному рынку предсказывали, только вот не верили в него до последнего. По сути дела, мы продаем их себе в убыток. Если перевести все в доллары, то это будет минус. И как же дальше работать? Ну, будем работать. А что делать? Работать-то надо. Никто не будет ложиться, умирать. Будем выживать, зарабатывать. Заработки будут меньше, естественно, само собой разумеется. Но работать все равно будем. Сегодня таких добросовестных продавцов не отыщешь. Побеседовать с ними нам не удалось. Видимо, когда бизнес не идет, не до разговоров. Но цены на авто сказали сами за себя. В среднем они выросли на 25%. И причина не совсем объективная. Продавцы утверждают, все это новый привоз. Но на деле большинство машин просто не успели продать в старом году. А в новом авто класса эконом превратилась чуть ли не в люкс. Обратная ситуация с машинами, которые продают с рук. Сайт Drom.ru проанализировал 20 тысяч объявлений. Уже в январе некоторые автомобили скинули в цене. И эта тенденция, похоже, только продолжится. Ведь в декабре эти же продавцы купили авто не для личного пользования, а чтобы сохранить сбережения. Ажиотаж спадет, японки вернутся на рынок. Но зеленый угол до этого момента может уже не дожить. Продавцы японских товаров ходить с рынка пока не собираются. Ни полиция, ни курсы валют их бизнесу не помеха. Приморцы хоть и готовы отказаться от японок, но от японского алкоголя ни за какие деньги. Владивосток не отучишь от азиатской роскоши. Авто здесь покупали во все времена. Причем не важно, есть деньги или нет, автокредиты в нашем городе дело привычное. И потому кризис автолюбителей хоть и припугнул, но без надежды не оставил. А кто и вовсе взглянул на ситуацию с юмором? Меньше машин, короче пробки. Наталья Ладудька, Вячеслав Петров, Новости на Восьмом.